Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как сделать шар на радиоуправлении. И это один из самых простых способов, который работает. Итак, изначально в магазине для животных я купил вот такой шар для грызунов. Он легко открывается и, в принципе, им вообще легко пользоваться. Там есть несколько защёлок и по бокам вот эти кружки открываются. И, кстати, найти этот шар было самое сложное. Также нам нужны стандартные двигатели для ардуино-роботов, колёса для ардуино-роботов, который я буду использовать с антенкой, драйвер двигателя L298N. Двигатели решил прикрепить на термоклей. Он хорошо держит и там не будет таких нагрузок, которые могут разломать конструкцию. Предварительно, конечно, я подобрал планочку по размеру шарика. Также конструкцию я решил усилить клеем изнутри. Затем решил попробовать, как она входит внутрь. Дело в том, что это ещё, кстати, без электроники. Для того, чтобы машинка не переворачивалась внутри, необходимо установить дополнительные колёса, которые будут смотреть вперёд и назад. Для этого я использую алюминиевый провод с изоляцией. Так удобней и неплохо смотрится. Изначально в этом месте я думал использовать подшипники, но нашлись вот такие вот колёса. Тоже это от стандартных ардуиновских роботов. В этом месте приклеим с помощью термоклея. Затем левое колёсико я немножко подогнул так вверх, потому что оно не помещалось внутрь. Схему приёмника, то есть схему, которая будет внутри шара, спаял вот таким вот образом. Как именно спаять все провода, смотрите в скетче, там всё понятно. Также я в скетче дам некоторые пояснения, и вам будет легче всё собрать. Пока я это всё собирал, паял, 3D принтер, печатал корпус для пульта управления. И сейчас у меня в руках схема передатчика, то есть то, что будет внутри пульта. Настало время всё собрать внутрь. Здесь всё хорошо помещается. Сверху там есть 4 таких выступа для того, чтобы установить джойстик. Затем я припаял кнопку и вставил её. Подключаю крону, и снизу она вставляется, и там она так плотненько заходит, что сама держится. Антенну от радиомодуля я откручиваю, потому что она внутри там не помещается. Электронику также крепим на термоклей. Конструкция получилась похожа на мотоцикл. Также обратите внимание, аккумулятор я приклеил снизу. Это нужно для того, чтобы система хорошо балансировалась и постоянно стремилась прижаться полом. Итак, вот первое включение. Я пытаюсь двигаться медленно роботом, потому что пытаюсь разобраться, как им управлять, потому что он похож на какую-то неваляшку. В принципе, движение можно задавать вперёд-назад, лево-вправо. Особенно хорошо ему удаются движения вперёд и назад. Влево-вправо он движется путём разворота внутри шара. И это меня не особо устроило, поэтому буду разрабатывать уже более идеального робота. Итак, друзья, если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, дальше будет ещё интересней. До новых встреч, всем пока!